Всем привет! С вами Сталкерушка и сейчас вам покажу одну игру. Она для тех, кто любит Вомикс. Она аналогична по жанру и называется Снейлы. Игру покинули админы еще в 2012 в начале 2012 но игра такая крутая, она в 100 раз кучу Вомикса. И так сейчас вам покажу игру. Заходим. Вам просто нужно зарегистрироваться, пройти обучение, но если вы не хотите проходить обучение, можете проигнорировать. С Вандикамом будем грузить немного дольше. Так. Извините, что меня долго не было. Были дела. О! Сегодня мы сможем продемонстрировать бой у нас в друзьях один друг, другом. Игра прикольнее, чем Вомикс. Во-первых, позже у нас меню. Меню Вомикса нет у чата. А там из-за этого нельзя договариваться, можно пойти на арену или нет. Но только вызывать на бой нельзя. Ну, точнее, можно с помощью чата сказать, что иди сюда, давай посражаемся. Вот она арена сама. Она доступна со второго уровня. А чтобы достигнуть второго уровня, надо сразиться в Колизее. Колизее это место, где сражаешься с ботами на трех уровнях. Извините, у меня тут будет немного лагать. Вот уровни. Легко, средний, сложный. Легко вы играете против одного противника, средний против двух, а сложный против трех. Так. Вот магазин одежды. одежды тут по-разнообразней, в Омиксе. Тут тут потому, что можно покупать ракушки, рубашку, ну, еще что-нибудь, амулеты и шапку. Еще можно кольца, но они не будут видны. Это для дополнительной награды. Вот только в отличие от Омикса тут всего лишь одна раса. Магазин одежды тоже вроде со второго, а может с первого, я не помню уже. Так, магазин оружия, он точно с первого доступен. А то как бы вы покупали оружие. Так, куплю себе автоматы. Так. Ну, тут много разнообразий. эти закрыты мне. Нужно достигнуть определенного уровня. Я играл в ту игру и очень давно, полтора года назад, под миком Гара пустынный и достиг 12, а не 11. Я всегда путаю. Я достигнул 11 уровня. Потом я его кинул. А через два месяца после этого сами админы кинули эту игру. Это очень печально. Сейчас тут очень мало людей заходит. Максимально 10. Лодика вошел в бой, если вы видите такой значок. А, так, можно добавлять друзья. Так, писать в личку. Сейчас мы напишем. и ... Ну, пока декана нету, мы сразимся один раз в Колизее, чтобы показать саму игру. На легком сыграем. Загружаем новый бой. Потом я вам покажу ещё эти здания. Там есть ещё салон красоты, чёрный рынок и банк. А, ещё дом есть, ваш личный дом. Вот сама игра. Вон, можно посмотреть, что она очень похожа на воликс. Извините, что лагает. Я сделала, может, качество... А, не, нельзя. Так. Ненавижу, когда лагает, но всё-таки придётся стыриться, ведь мы снимаем с бандикама. Так. Управление как в омиксе. Кнопка, чтобы стереть букву. Энтер для прыжка такого. Ого! Отличие от в омикса. Думаю, для кого-то плюс, для кого-то минус, потому что для кого-то интересно, для кого-то неудобно. Это то, что можно прыгать. Это то, что если ты прыгаешь высоко, теряешь здоровье. А вот я потерял целых 3 хп. Ой. Блин, недавно в омиксе был. И так тут прыжок с помощью кнопки стереть по-другому. Там надо сзади вставать и прыгнуть, а тут... А тут спереди прыгаешь высоко. Так, оружие. И бесконечно хорошее. Учебная базука. Блин. Лагает, извините, просто. Ряно лагает. Надо потом как-то будет очистить кэш или еще что-нибудь. Только вот выйти я не смогу. Тут, тут, из-за этого тут такое преимущество. Сейчас я вам покажу. Во, мы вышли. Идем в Снейлы. Так, заходим. И что сейчас будет? Вы думаете, что сейчас будет тупо простой город Снейлов. Но будет не он. И сейчас вы все увидите. Вот. Вы сразу... О, ГДК написал. Вы попадаете в тот бой, из которого вы выходите. Потому что он думает, что вы как бы выключились или еще что-нибудь. Вот вы попадаете опять с этим... С этим... Я не знаю, как его зовут. С какой-то черепашкой. Ну ладно, я не хочу тут играть особо. Ладно, можем убить себя. Только не хочется вот эти лужи тратить. Так что буду убивать себя из бесконечной. Так, я не досказал. Там есть учебная базука. Дедушкин пистоль. Так, что там? А, и обычный удар. Вот такой вот. Кулаками. Правда, он называется пинок. Так. Тут телепортов 6 штук. Также тут есть кое-какая хрень, которая покупается за кристаллы. Кристаллы это такая специальная валюта. А, не, не кристаллы, точнее, а алмазы. Она называется алмазы. И за неё можно покупать разные крутые вещички. Вот кристаллы, но эти алмазы можно покупать только за реальные деньги. А так как админов, как админы отсутствуют, нифига мы купить не можем. Но иногда можно заработать на каких-нибудь квестах. И они даются иногда ещё с... Даже не иногда, а всегда с каждым уровнем. Давайте уже его быстро убьём. А то не хочется тут сидеть долго. Волны убили, нам дают денежки. Так. Ну, в следующей части я вам покажу бой с самим деканом. Часть эта выложится сегодня же. Всем пока.